Ну что, здравствуйте, друзья! Взять парочку дисков, мало ли, может пригодится. Что ж, собираюсь, друзья, ехать доставать рельсы, которые находил ранее, делал там заметки, когда копал подкладки. Думаю, пришло время достать их и притащить сюда целиком. Надоело копить деньги на Apple AirPods? Пока ты откладываешь половину зарплаты на яблоки, другие уже купили беспроводные наушники CGPods от тюменского бренда Case Guru. Ребята создали уникальный продукт. Главная фишка наушников – влагозащита, принимать душ, плавать, заниматься спортом. В любую погоду можно по свои любимые треки. Невероятная альтернатива для тех, кто не может без наушников. А все потому, что без розетки они могут работать до 20 часов. Брутальные беспроводные наушники CGPods 5.0 в неубиваемом кейсе из авиационного алюминия выдержат до 220 кг. Повредить их просто невозможно. Компактный CGPods Lite в изящном и миниатюрном кейсе «Антистресс» покорил многих девушек во всем мире. Эти наушники точно удержатся в ушах даже во время самой активной тренировки – 11 команд управления прямо с наушников. Цена прямая, без наценок сетевых гигантов – всего 5490 рублей. Целый год гарантии – не ремонт, а замена. Переходи по ссылке в описании, введи промокод GOLD200 и получи от меня дополнительную скидку 200 рублей. пускай погреется маленько. Так. Вроде как даже ничего не забыл. Можно выезжать. Пускай погреется маленько. Так. Вроде как даже ничего не забыл. Можно выезжать. Пускай путь. Иди в пляже. А также эффективнее, мощнее и качество. Иди в пляже. Иди в пляже. Иди в пляже. Впляже. иди в пляже. Иди в пляже. Иди в пляже. • Динамый пляже. так ну что друзья доехал я до 1 рельсин вот она сейчас ее сюда немножко под домкрачу чтобы было видно где у них окончание для начала где конец цепляем за дракона и вытаскиваем ну что друзья зацепил я первую рельсин развернулся цепь 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 зацепил будем пробовать пробовать вытаскивать целиком и чтоб не домкратить три часа тут за раз вытащим и все итак первая рельсина готова вышла просто на ура совсем небольшой небольшое искривление она вроде бы как целая но не стандартно с обоих стороны отверстие есть но посчитал где-то 7 метров она раз два три 4 5 6 7 7 метров не 8 стандарт 8 идет что же проезжаю к следующей рельсе сейчас и следующую рельсу тоже домкратим вытаскиваем рядышком тут она мягко так у нее здесь сразу конец торчит поэтому я сразу наверно подъеду сейчас попробую сначала так выдерну по сути они как иголкой должны легко доставаться а 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 проблема маленько в другом она здесь не целая обломок отверстий на конце нету поэтому надо цепью ее обматывать не а а а Продолжение следует... Вот это, я вам скажу, мощь. Не выдерживает. Что-то где-то даже не выдерживает. Цепь вроде не лопнула. Надо домкратить пробовать. Удар такой был хороший. Продолжение следует... Тоже кусок-то тут не длинный. Коротенький, думал, сразу выйдет. Сейчас под домкратинг выйдет. Не должен он сильно сопротивляться. Никак не должен. Удар стоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, друзья, я порвал полуось... Ну ты, блин... Вот что был удар-то сильный... Похоже, что грибок лопнул... Да, блин... Вот это... Печаль, конечно... Вот они... Вот оно, слабое место военных мостов... Хорошую нагрузку дал... И лопнул грибок... Потому как передние колеса роют, а задние все стоят на месте... Надо было, блин, рывками сразу... Надо было сразу поддонкратить... Скорее всего, грибок... Что больше... Ну вот, передний мост я... Выключил... Сейчас включен только задний мост... Стоит... Порвал задний мост я... Черт... Черт... Ну в этой крышке вроде что-то крутится... Значит... Порвал где-то здесь... Коварная... Коварная попалась рельсина, друзья... Загнутая вон, видите... Вот потому-то я ее и не смог... Сразу вытащить... Тьфу ты, блин... Мост порвал... Ну там, скорее всего, грибок... Грибок... А может... Может крышка что-то... Шлицына... Смотреть... Ну что-то удар-то был такой, как будто лопнуло... Как будто грибок лопнул... Так, сейчас по-быстренькому вскрою крышку... Посмотрим... Что там оторвало... Думаю, будет понятно... Это... Номеренно и погибло... Ну где-то... Понятно... Ну где-то, где-то... Как, вот... Номеренно и грибокат... Номеренно и грибокат... ну да срезала грибок друзья вот он закусила ты вот крепко как достача согрызок то отсюда здесь должен был грибок выставляться сюда его я отломила вот должен был тут выставляться грибок вот столько примерно вот этот кончик срезала шлицевую шлицевую его часть ну что ж тут уже сейчас ничего не поделаешь надо новый грибок вот то что от него осталось дракон ну ты чё блин чё захворал то не успел на работу взяться уже захворал я еще хотел не дам карате эту рельсу вытащить хабли кто б знал что она там гнута урок на будущее будем теперь рельсы прозванивать прежде чем вытаскивать знать что они там гнуты не это печально опять же сам виноват так ребят проехал я немного вперед сейчас развернулся похожу с металлоискателем поищу металл на обратном пути уже на переднем приводе не знаю много то все равно не вывезти в смысле до избушки то я тут чем нет более-менее нормальная дорога можно сказать ровно все практически на переднем приводе до избушки думаю сколько-то вывезу хотя бы чтобы не зря туда ездил не зря тут мосты рвал на конечно печально с мостом получилось знал же что эти мосты не переваривают вот такие бешеные нагрузки нагрузка тут и правда была бешеная друзья я блин дал максимум нагрузки зато понял теперь через голову как говорится не понял не понимаешь не доходит через голову дойдет через руки ну и ноги сегодня домой пешочком по шпалам потому как на переднем приводе тут просто не выехать друзья это сто процентов тут не выехать отсюда на одном переднем приводе так что вездеход теперь точно оставляем в лесу у избы сам пешочком сегодня после обеда наверное выдвинусь в сторону дома где-то метров 50 еще только отошел смотрите тут можно ходить подкладки собирать просто как грибы вот видите вот они так вот и лежат то я выкопал уже вот смотрите еще одна как грибы можно собирать ходить как грибы можно собирать ходить даже лопата не всегда нужно итак друзья прошел я наверное метров 100 может чуть больше все вернулся обратно к вездеходу сейчас поеду буду по пути собирать металл накопал ну думаю как обычно примерно килограмм 300 где-то около того есть также небольшие правда но все-таки кусочки рельс так называемые рубки впрочем неплохо сейчас поедем покажу так так Продолжение следует... 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 пока пока здесь сейчас маленько металл тут под зачистим потом можно его будет выгнать отсюда а пока пусть он тут бы есть какой-то подтек смотрю или чем нет да какой-то подтек антифриз надо посмотреть так 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 ну что давай дракон не унывай тут если сейчас в скором времени не получится купить грибок то ничего страшного тут там и на переднем мосту пока можно будет покататься а так закажем грибки наверное усиленные будем потихоньку покупать усиленные грибки стоит сейчас пока два закажу на задний мост ну там один поставили поставим один пусть на запасе будет мало ли второй бахнет так ну и все ладно выхожу пока и опять я пошла вам опять пошла вам домой по привычке ну что друзья вот я и добрался до поселка сейчас еду домой в общем следующий заезд уже будет на мотоблоке но все в общем как я и планировал закажу закажу усиленные грибки наверное скорее всего пока они идут там туда-сюда возможно заедем еще раз на мотоблоке будем так ездить на переднем приводе пока съездим если раз другой так ничего страшно ну а так собственно все друзья давайте вот такой у меня получилось видео вот такой выезд все нормально все на позитиве не расстраиваемся все хорошо не ломается у тех кто ничего не делает так что давайте друзья всем удачи всем пока счастья здоровья до новых встреч